В Магнитогорске начал работать еще один центр социального обслуживания, частный, организованный благотворительным фондом «Металлург». Это пилотный проект «Центр заботы» – первый во всей Челябинской области негосударственный центр, сотрудники которого оказывают весь спектр социальных услуг гражданам на дому. Подробнее о заботе расскажет Юлия Никифорова. По словам начальника управления социального обслуживания населения городской администрации Ирины Михайленко, открытие частного учреждения для оказания социальных услуг на дому – огромное подспорье городской службе. Потребность в этих услугах год от года только растет. Выполняя послание президента, что часть государственных услуг должна быть передана некоммерческим партнерам, и по условиям федерального закона об основах социального обслуживания такая возможность есть. Поэтому в этом году благотворительный фонд «Металлург» создал частное предприятие, которое называется «Центр обслуживания граждан на дому». Но он еще имеет свое название – «Забота». И этот центр сейчас выполняет такие же функции, как наши комплексные центры. Частное учреждение «Центр социального обслуживания забота» уже взял под опеку 300 магнитогорских пенсионеров, в основном ветеранов Магнитогорского металлургического комбината. Один из них – почетный ветеран ММК Геннадий Александрович Степанов – 20 лет своей трудовой жизни посвятил коксохимическому производству. Геннадий Александрович рассказывает, что постоянно смотрит в сторону родных труб Коксохима, с удовольствием вновь и вновь перелистывает юбилейные альбомы предприятия. От услуг социальных работников Геннадий Александрович поначалу отказывался, потом согласился на помощь в уборке квартиры. «Прихожу, убираюсь у Геннадия Александровича, знакомый мужа год, он у нас уже год стоит на обслуживании. Да, ну помогаем по хозяйству, весной, осень подготавливаем, окна моем, убираем квартиру, чтобы было все чистенько». Геннадий Александрович к своим социальным работникам привык, хвалит их за старательность, пунктуальность, с удовольствием общается с ними. «Посещает она меня постоянно, в неделю раза два-три. Это здорово, конечно, потому что все они как-то молодые, смотришь на них и хочется хоть еще прожить». Домашняя уборка, походы по магазинам, уход за лежачими больными, помощь в организации медицинского обслуживания, социальные работники Центра «Надежда» грамотно и профессионально выполняют весь спектр социальных услуг. «В нашем учреждении есть машина, которую недавно закупили для частного учреждения «Ларгус» семиместный. То есть наш социальный работник заказывает талоны, сопровождает медицинские учреждения, то есть договаривается с нашим медицинским учреждением, это медицинский центр фонда «Металлург», также вызывает терапевта, если нужно». Все социальные работники Центра «Забота» – опытные, имеющие специальное образование, а главное – любящие свою работу люди. «Плюсы работы – это общение, потому что пожилым людям не хватает общения, вот Геннадий Александрович проживает как бы один, и в основном все пожилые люди поодиночке уже живут». Юлия Никифорова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.